Здравствуйте, дорогие телезрители и мои подписчики на канале YouTube Голова Садовая. Сегодняшняя тема – капуста. Вот скажите мне, пожалуйста, сколько я вам буду выносить мозг капустой сроками её посева? Срок посева капусты зависит от того, каков у неё срок созревания. То есть вот это время от того, как капусточка взошла, от того, когда мы её пересадили в грунт, вот это очень важно. Ведь капуста на белом свете существует огромное количество. Сейчас раньше было 2-3, а сейчас-то сколько гибридов и сортов невероятно много. И среди них, смотрите, ранняя капуста. Ранняя? Она есть очень ранняя, суперранняя, ультраранняя, среднеранняя, среднепоздняя. Господи, суперпоздняя, ультрапоздняя. Это что означает? Вам что, всё едино? Это неправильно. Вы должны понимать, что выбирая себе какую-то капусту на засолку, на хранение, на еду, на скорую еду, чтобы она созрела вам за полтора месяца и был вилочек там хотя бы килограмм 200 для того, чтобы кормить свою семью и не бегать на рынок за этой отравленной ерундой или которая жёсткая, вот понасадит колобка и думает, что мы этим можем довольствоваться. Да нет, мы должны сами, имея участок за городом, мы должны выбирать сорта и гибриды капусты, которые нам будут крайне необходимы. Ну нет одной капусты, которая бы вас быстро накормила, хорошо посолилась и долго лежала. Ну нет таких теперь капуст, понимаете? Скороспелые капусты чем отличаются от остальных? Что они скоро спеют, имея тонкий лист, имея малое количество сахара, они не могут пойти в засолку, но зато они могут накормить нашу семью качественной продукцией, нетравленной. Это же мы всё делаем своими руками, вы это должны понимать. И выбирая гибриды или сорта ранней капусты, капусты ультраранней, вот посмотрите, пожалуйста, тут их просто великое множество. Я по названию могу сказать, какая, куда, должна пойти. Выбирая сорта или гибриды капусты ранней или ультраранней, вы уже названия должны выучить наизусть. Посмотрите, такие сорта, это гибрид, нозами, парелл, июньская. Вы уже привыкли, что это скороспелые. Бинго очень скороспелая, мушкетёр очень скороспелая. Вы понимать должны, что посеяв капусту, как вы мне выносите всю голову, в начале мая вы получите эту капусту, а я вам прочитаю, раннеспелый, 103-130 дней от всходов до технической спелости, до всходов тоже надо дождаться ещё, да, недельку, а то и полторы. Здесь, например, классический ранний, от высадки, рассады, а ей 45 суток должно быть, до уборки урожая 60 дней, то есть 100 с лишним дней, или, например, 117 от всходов до технической спелости, июньская. Любимица ваша, чуете, сколько времени надо? Так если вы её посеете в первых числах апреля, ни в одной книге не написано, что сеять капусту надо в мае. На всех пачках, во всей литературе, с 1 по 10 апреля, первая декада его, тогда вы получите очень приличный урожай. Причём, если лето будет очень жаркое, не вся капуста выдерживает, особенно раннеспелая, она может и не завязать вам вилочек. Поэтому поторопитесь, дорогие мои, выбрать скороспелые сорта и посеять их. Вот, кстати сказать, о капусте, которая не боится ни жары, ни засухи, ни холода, ни дождей. Название у неё, правда, такое, знаете, агрессор. А что название не нравится? Мы, например, встретили такое название баклажана, как улыбка негра. А вообще производители должны были подумать и написать улыбка афроамериканца. Вот так правильно. Или, например, перец вот такой вот. И называется он, вот знаете, сейчас упадёте со стула, генерал Деникин. Я балдею от таких названий, ей-богу. Но эта капуста хороша тем, что ей нипочём любая погода. Любые условия погодные не сделают её вилок плохим, рыхлым и так далее. Она достаточно, ну, средне-поздняя, я бы сказала, 115-120 от высадки рассады. А 115-120 плюс 45 получается опять 165-170. То есть и посев таких капуст, и Краутман, и Мегатон, и Московская поздняя, которую вообще в марте надо сеять. Но она лучшая. Московская белокочанная, белорусская поздняя. СБ-3 – это средне-позднее, но вы поймите, что растению нужны условия совершенно определённые. А вот, кстати, про условия. Хочу вам показать одну капусту, которая мне выносит мозг уже не один год. Да, это цветная капуста Романеско. Вот эта капуста, от которой я пытаюсь получить полноценный урожай от всех посаженных растений, не всегда ведёт себя прилично. Но знаете, что оказалось? Даже мне это в голову не приходило, что эта капуста завяжет свой плод, а он у неё уникальный. У неё вся пирамида, она состоит из таких же маленьких пирамидок. Она вкусная необычайно, но температура воздуха должна быть не выше плюс 18. Так когда её надо посеять? Согласитесь со мной, что я всё-таки права. Да, не хочется тащиться на дачу, раскапывать там какие-то теплицы, парники, сооружать, укрывать их. Но если вы хотите полноценный урожай капусты, и если за вашими плечами ещё стоит семья, хотя бы из пяти человек, вам придётся это сделать. Потому что это то, что нужно употреблять в пищу, то, что действительно вкусно. Я не говорю и не занижаю достоинства белых цветных капуст, фиолетовых, зелёных, как брокколи, но это-то очень вкусно. Ну вы хоть немножко глазки на обратную сторону пачки переведите и читайте. Текстура необыкновенно нежная, со сливочно-ореховым вкусом, без горчинки, богата витаминами, клетчаткой, каротиноидами, антиоксидантами и так далее и тому подобное. Прекрасно хранится в заморозке. Ей нельзя давать перезреть, она потеряет вкусовые качества. Лучше снять, обработать, да, бланшировать, как мы говорим, и в морозилку. И тогда на целый год у вас будет вкуснейшая цветная капуста. Ой, вы знаете, задохнусь прямо от того, что говорю. Я очень люблю растения. И всё, что вы вот увидите здесь на этих стендах, ну это просто невероятное что-то. Кальраби, вы что забыли, что эта капуста сеется прямым посевом в грунт? Не надо рассаду делать. Это лишние хлопоты. Вот там, где не надо лишние хлопоты, вы это делаете. А там, где надо, вы этого не делаете. Почему? Объясните мне, пожалуйста. Я же хочу облегчить ваш труд, чтобы результат-то был стопроцентный, а не просто, ой, я сеяла капусту, у меня ничего не получилось. Кому это надо? Это лишняя трата денег и времени. Но сделайте вы один раз как следует и вовремя, самое главное. Ну и что, что вам не хочется на дачу? О капусте хочется в землю. Услышали меня? Когда дойдём до посева, расскажу, как в марте дома посеять капусту, и чтобы она обязательно у вас выросла. Ну вот на этом закончу. Обзор закончен. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова